Доброе утро, уважаемые коллеги! Хочу присоединиться всем тем добрым словам, которые были высказаны к организаторам данного мероприятия и, конечно же, поблагодарить за возможность выступить и поделиться нашим опытом лечения антитетического рака, научной железы в длительном периоде. Итак, история началась в 2002 году. Пациентка, назовем ее Н, на момент лечения ей было 50 лет, 52-го года рождения. В тот момент пациентке была преминая пауза. Диагноз за качественное образование левой молочной железы Т1Н0М0, в первой стадии пациентке была произведена радикальная мастоктомия в октябре 2002 года. Объясню, почему очень маленькая молочная железа и другого радикального лечения в тот момент не расценивалось. Гистология. Инфедеративный протоковый рак. Исследовано 8 лимфоузлов без метастазов. Иммуногистохимическое исследование в 2002 году у нас не проводилось, и пациентка стадирована как первой стадии. В дальнейшем проведено 4 курса адематной химиотерапии по схеме ЦМФ, после чего у пациентки произошла менопауза. Ремиссия длилась 3,5 года. В мае 2006 году при контрольном осмотре и данном музее обнаружены эпсилатеральные внутрючечные лимфоузлы размерами до 7 мм. Проводилось цитологическое исследование. Подтвержден, что это метастатический процесс. Проведена компьютерная томография грудной полости в июне месяце. Заключение единичной уличной лимфоузлы пара трахеальной группы слева размером до сантиметров и парастринальной слева на уровне верхней третьей грудины. Мягкотканное образование с ровными, относительно четкими контурами размерами 1,5 на 8 мм. Интерпретированы как метастазы. Уже проведено иммунно-гистохимическое исследование в мае 2006 года. Гормональный статус положительный. Хердванео 2 балла. Фиш отрицательный. С июня по июля 2006 года проведена очевая терапия на надклютично-подклютичную парастринальной зоны общей дозой 44 Грея. И с июля по декабрь 2006 года проведено 8 курсов химиотерапии, 4 курса АЦ и 4 курса Паклитоксева. Достигнута полная ремиссия. И после проведения химиотерапии с декабря 2006 года началась гормонотерапия и ингибритор ароматаза. Пациентка до этого ежегодно проходила сенсографию. В 2009 году, в сентябре, при проведении сенсографии появился очаг гиперфиксации радиоформа препарата в проекции верхней третьей левой плечевой кости. Причем жалоб пациентка в тот момент не предъявляла. Проведена орентгенография левой плечевой кости. В проекции верхней третьей диафизы плечевой кости по наружному контуру определяется участок кистовидной перестройкой размерами 1,8 на 4 мм. В заключении рентгенологов киста левой плечевой кости. Продолжается гормональная терапия и ингибритор ароматаза. И в апреле 2010 года появляются жалобы на небольшие, более верхней трети плеча. При исследовании сенсографии контрольно обмечается увеличение размеров и интенсивности выявленного ранее очага гиперфиксации в проекции верхней третьей левой плечевой кости. При рентгенографии в апреле 2010 года в сравнении с сентябрем отрицательная динамика. Размеры просветления в проекции верхней третьей плечевой кости увеличились до 2,9 на 1 см. Контуры ровные, четкие, корковый слой не разрушен, надкусница не изменена. Здесь уже появились подозрения на то, что на чак не греет метастатический генез. И в мае 2010 года проведена лучевая терапия на верхнюю треть левой плечевой кости дозой 20 грей. Болеой синдром уменьшился, гормонотерапия продолжена в прежнем объеме. Это слайды слева остеостенциографии. И справа рентгенологическая картинка. С тревочкой показано очаг подозрительный на метастаз. Остеостенциография – это уже в апреле 2010 года в динамике. Видно, что увеличился образование. Через 4 месяца, в сентябре 2010 года, боли в левом плече вновь усилились. Рентгенологические, на картинке было просветление, в проекции верхней третьей левой плечевой кости. Увеличились до 5 сантиметров. Корковый слой разрушен, надкусница освоена, заключение метастаз. Для принятия решения о дальнейшем лечении обследованного и в сентябре 2010 года остеостенциография, к этой грудной полости, узи брюшной полости, шеи, грудной стенки и реагиональных зон данных за метастатическое поражение других локализаций не получено. В сентябре мы направили пациентку в НИИ, онкология Петрова, к нам, здесь, сюда, и с диагнозом с салитарным метастазом верхней третьей левой плечевой кости. Получили рекомендации по дальнейшему лечению в виде заметы, ксиоды и контроль через два цикла. Учитывая, что образование было салитарное, достаточно больших размеров и желание пациентки и лечить врача получить более радикальное лечение, мы отправили пациентку в НИИ Герцена получить второе мнение по поводу данного случая в пациентке проведено МРТ левого плеча Герцена, проведена трепан-биопсия, подтверждена гистологически, что это метастаз, и предложено оперативное лечение. В октябре 2010 года в Москве проведена операция сегментарная резерция в верхней трети левой плечевой кости с энтопротезированием плечевого состава. На региограмме видно состояние после операции. В дальнейшем, после проведения операции в Москве, рекомендовано проведение лекарственной терапии со сменой химиепрепаратов. Но отдать должное, что пациентка достаточно быстро заработала руку, объем движений полностью установлен. Она сейчас трудоспособна, посещает даже бассейн. Это после операции. Пациентка к нам приехала, и в диспансере решено проводить гормональную терапию и бифосфонаты. С декабря 2010 года начинала вторая линия гормонотерапии в Ховестрант и квадроновая кислота ванифос. Через три года полная ремиссия, и с декабря 2013 года бифосфонаты отменены. Продолжается терапия в Ховестрант абсолютно без каких-либо нежелательных явлений. В октябре 2013 года по УЗИ выявлена патология верхней третьей правой почки. Жидкостное образование 11 на 7 мм. При контрольном исследовании в 2014 году в правой почке образование 17 мм, гиперохогенная, без кровотока, заключение киста. Проведено КТ, заключение в правой почке образования 17 на 18 мм, с четкими контурами, неоднородное, с кистозными участками, с участками накопления контраста, в артериальную фазу, заключение сложной киста, новообразование под вопросом правой почки. В апреле 2015 года проведена КТ, без динамики, за 4 месяца. В сентябре 2015 года образование в почке без динамики, практически 17 мм, так и остается гиперохогенная, без кровотока, заключение ангиомиолипома. В марте 2016 года УЗИ прежнее образование 17 мм, гиперохогенное, заключение ангиомиолипома. Затем в 2016 году образование несколько увеличилось на 2 мм, стало уже 19 мм, заключение прежнее, ангиомиолипома. И уже в октябре 2017 года по УЗИ правой почки образования подросло стало 20 мм, гиперохогенная, без кровотока, без динамики, но появился параковальная, заброшенная на уровне почечных сосудов, неоднородной структуры и лимфоузел 33 на 24 на 34 мм, заключение образования правой почки без отрицательной динамики за год и запрошенная лимфоденоктомия вторичная. По заключению КТ образование 20 на 19, параковальная, заброшенная на уровне почечных сосудов образования с четкими контурами 27 на 27 на 44. Это слайд картинки КТ за 25 октября этого года. Здесь стрелочками показано на левом слайде это образование в почке и на правом тот лимфоузел, который расценивался как параковальная лимфоузел размерами, которых я озвучила уже. Провели консилиум с урологом, решено провести оперативное лечение. 13 ноября 2017 года операция резекция правой почки удаления параковального образования справа, заключение закачественного образования правой почки Т1Н1М0, гистологическое заключение опухолей в почке светоклеточная карцинома сосочковой железистой дифференцировкой и лимфоузел это метастаз светоклеточной антенокарциномы. Пациентка вернулась к нам и решено продолжать гормонотерапию фулвистраном. Динамические наблюдения. Семь демонстрации клинического случая коварства раннего рака молочной железы, конечно, ни для кого это не секрет. Первый рецидив возник через 3,5 года надключичные лимфоузлы. Второй рецидив через 8 лет солитарный метастаз плечевую кость. Возможно длительные ремиссии метастатического рака молочной железы за 15 лет и достаточно эффективное применение фулвистрана в течение 7 лет без нежелательных явлений. Персинализированный подход к выдоровым методам лечения метастатического рака молочной железы у данной пациентки. нельзя забывать вероятность появления злокачественных образований других локализаций. И ввиду в свете последних событий я имею ввиду образование второй локализации возникает много вопросов по поводу этой ситуации. И прежде всего главный вопрос надо ли продолжать гормоновой терапии фулвистрана и как долго? Проголосуем, да? Это вопрос, который вы выносите в обсуждение. Потому что случаи эксклюзивные можно сказать длительное применение фулвистрана так долго и нам видится все-таки что это два параллельно тихущих процесса я имею ввиду рак молочной железы и образование в почке все-таки почка это не относится к гормональным опухолям и предполагать что фулвистран вызвал образование второй опухоли там видится маловероятным потому что она наверное все-таки на продолжение терапии достаточно быстро росла здесь все-таки четыре года практически образование в почке не менялось повлиял ли фулвистран на это течение скорее нет можно даже предположить смелое предположение может быть он наоборот сдерживал процесс хотя неизвестно каким образом поэтому у меня вопрос к залу необходимо ли продолжать фулвистран да Марина Викторовна та самая замечательная ситуация когда можно провести консилиум да тем более вы сами к нам приехали и тут на самом деле можно вынести вынести на обсуждение несколько вопросов то что вот олигометастаз плечевой кости которые и подходы которые рассматриваются в мире и те существующие рекомендации НССН и существующие российские европейские рекомендации то возможность локального контроля при олигометастазах будь то костные метастазы будь то метастазы в висцеральных органах рассматривается но все-таки предпочтение в большинстве случаев отдается системному лечению назначению лекарственного лечения остеомодифицирующих агентов и системного влечения если это гормонопозитивная опухоль то гормонотерапия если же это гормононечувствительная опухоль назначается химиотерапия следствие висцерального криза или выраженного болевого синдрома рассматривается на возможное значение химиотерапии В данном конкретном случае, то, что пациентке выполнялось хирургическое лечение на левую плечевую кость, это не совсем стандартный подход, но мы очень хорошо контактируем и работаем совместно с институтом Вредена, и наши коллеги, специалисты четко регламентируют подход, когда существует патологический перелом, угроза патологического перелома, рассматривается возможность реконструктивно-пластических операций. Здесь не совсем такой стандартный подход был применен, но, тем не менее, этот вариант, в принципе, может рассматриваться как один из подходов локального контроля. Так же, как может рассматриваться лучевая терапия на область очага с целью коррекции, уменьшения болевого синдрома. То, что второй подход, который вы обозначили о длительности назначения гормонотерапии, то метастатическая болезнь – это хроническое заболевание. И наличие на ядре опухолевой клетки рецепторов эстрогенов и прогестерона в данном случае – это та мишень, которая подлежит постоянному контролю. И отмена терапии, которая длительно и эффективно контролирует болезнь, может привести к рано или поздно, к возобновлению прогрессированному. Поэтому те подходы, которые существуют, ведь гормонотерапия – это условно та же самая таргетная терапия, которая выключает конкретную мишень. И уже по данным литературы четко существует рекомендация назначения длительности гормонотерапии. Это либо до прогрессирования, либо до непереносимой токсичности. В данном случае гормонотерапия фулвестрантом привела к эффективному контролю заболевания. И более того, даже те же самые остеомодифицирующие агенты, те препараты, которые назначаются – бисфосфонат и антиранклиганды, диносумаб. Здесь же тот же самый подход. Оптимальная длительность терапии не определена, но все-таки рекомендуется назначать остеомодифицирующие агенты. А этой пациентке в дальнейшем… Как часто вы выполняете ей остеосцентографию или МРТ-диффузию костей? Когда последний раз этой пациентке выполнялось? Я думаю, что полгода назад. И тогда, и нигде более очагов поражения? Да, это был единственный очаг, который больше… Подскажите, пожалуйста, когда выполнено было хирургическое лечение, там в том материале пересматривалось гистологическое, иммуногистохимическое заключение? Там также были клетки неспецифицированного рака молочной железы с экспресс-рецепторов эстрогенов и прогестерона? Насчет… Нет, 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 только гистологическое заключение, иммуногистохимическое. Вы имеете в виду того метастаза в кости? Да. Нет, только гистологическое заключение. Гистологическое заключение, которое оптимально всё-таки в том, действительно посмотреть, что, собственно, мы же именно терапию фолвестрантом, в том числе из расчёта, назначали и существующего костного очага. Поэтому надо посмотреть, на самом деле, в тех опухолевых клетках были ли рецепторы эстрогенов и прогестерона, и сейчас отсутствуют где-либо, я правильно поняла очаги? И если на самом деле выяснится, что в тех опухолевых клетках отсутствуют рецепторы эстрогенов и прогестерона, то, возможно, фолвестрант нужно и прекратить, потому что нет субстрата воздействия. И, возможно, если сейчас мы говорим о целесообразности какого-либо лечения по поводу рака молочной железы, хронического заболевания, то, как вариант, выполнить позитронную эмиссионную томографию и посмотреть вообще на наличие каких-либо очагов в организме. Если мы говорим о полном контроле над заболеваниями, отсутствием очагов, и если в том последнем метастатическом очаге, который подлежал хирургическому лечению, нет экспрессии эстрогенов и прогестерона, то этой пациентке совершенно… Если мы говорим по поводу рака молочной железы, мы можем оставить её и без лечения, но под контролем, под динамическим наблюдением. Может быть, в зале ещё есть какие-то рекомендации или комментарии по этому вопросу? Продолжение следует... Вы имеете в виду, когда облучили? Да-да-да, когда облучили. После облучения, почему не назначили химиотерапию? Почему вы продолжали лечение ингибиторами ароматазы? Нет, насколько я… На самом деле, это клинический… Видите, у неё же болевой синдром уменьшился. Мы сделали лучевую терапию, то есть присоединили более комплексное лечение этого метастаза. Поэтому каких-то действительно вестеральных метастазов не было, поэтому продолжили гормонолитерапию в прежнем объёме. Но дело в том, что у вас по данным синтеграфии и рентгенографии на фоне этой гормонотерапии был явный рост вот этого метастатического очага, который вначале не был расценен как метастатический, а потом, через полгода, это был на самом деле метастатический очаг, что говорит о том, что гормонотерапия ингибиторами ароматазы была недостаточной для того, чтобы контролировать это заболевание прогрессирующее. На мой взгляд, это могло бы быть основанием для смены схемы гормонотерапии. Ну, видите, вот если республично рассматривать данные конкретные случаи, ведь пациентке же предлагалось, ну, я просто объясню, да, предлагалось и после первой консультации перейти на химиотерапию, и после операции на плечевой кости тоже рекомендовались смена препаратов и переход на химиотерапию, да. Здесь мы ещё учитывали желание пациентки. Она была не готова, и её не желание переходить на химиотерапию. Марина Викторовна… Да, это должно учитываться, естественно. Да, Марина Викторовна, совершенно вопрос закономерный и закономерный ответ. Нет, но назначением гормонотерапии является пациентка с гормонопозитивным раком молочной железы – это действительно гормонотерапия. А при наличии висцерального криза, что мы подразумеваем под висцеральным кризом? Это, соответственно, наличие клинически значимых симптомов при поражении печёночной ткани, при поражении лёгочной ткани, сопровождающимся выраженным болевым синдромом, повышением биохимическим повышением трансаминаз. Тогда мы только можем переходить на химиотерапию. А здесь действительно, я так понимаю, что опция «Вы перешли на фулвистрант» – это антиэстроген, необратимый эстроген. Но другое дело, что сейчас случаи действительно интересны при наличии метастатической болезни, полной контроли и отсутствии метастазов. Вторая опухоль – это в любом случае рассматривается как независимая опухоль, и она подлежит хирургическому лечению, что, собственно, было выполнено дальше динамическое наблюдение. Просто конкретно в данной ситуации нужно определиться, первое, что выполнить позитронно-эмиссионную томографию, если это доступно в данной клинической ситуации, а это доступно определить наличие активных очагов. Если они отсутствуют, то пересмотреть заключение послеоперационного материала. И если там отсутствуют опухолевые клетки, то рассматривать данную ситуацию как полного контроля и не будет показаний для назначения гормонотерапии. Если же все-таки там будут выявлены рецепторы эстрогенов прогестерона, то на фулвистранте при таком длительном контроле метастатической болезни, то эта опция может быть сохранена. То есть основные рекомендации, если нет непереносимой токсичности или нет прогрессированной, то то лечение, которое было проведено в отношении гормонотерапии, она продолжается. Это касается не только фулвистранта, это касается любого гормонального препарата для лечения рака молочной железы. А будут еще вопросы к Марине Викторовне? Если вопросов нет, то, Марина Викторовна, позвольте вас поблагодарить за предоставленную информацию. Это последний слайд. Это наш новый диспансер, в котором мы живем уже год. И сверху это наш Кремль псковский знаменитый. И видите, надпись «Россия» начинается здесь. То есть вас можно поздравить с новосельем. Спасибо.